Здравствуйте! Это Суть дела. Если у вас есть долги перед ЖКХ, послушайте меня внимательно. Государство придумывает все новые способы взыскания с граждан платежей за жилищно-коммунальные услуги. Банки планируют протестировать новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Этот сервис будет пилотироваться на площадке, созданной Центробанком Ассоциации Финтех в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов, сообщила гендиректор Финтеха Татьяна Жаркова. Сервис, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и платежей по кредитам, должен позволить экономить на комиссии. Он не потребует дополнительного подтверждения перевода и будет доступен юридическим и физическим лицам. Клиент-получатель денег сможет в личном кабинете банка выставить платежные требования к клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк-плательщика проверит соответствие условия платежных требований и согласно клиенту, и переведет деньги получателю, если все корректно. В дальнейшем такая технология может быть интегрирована в разные финансовые услуги. А на месте банков могут быть финтех-компании и иные сторонние поставщики платежных услуг. Такой механизм вполне может стать еще одним проектом Банка России. Он позволит проводить расчеты между банками напрямую, без участия платежных систем и иных компаний, что позволит удешевить такие операции. Как пояснила госпожа Жаркова, финтех уже разослал приглашение банкам для участия в пилотировании стандарта по инициации платежей, а также начала формировать рабочую группу. В конце августа планируется определить сроки пилота. Тестированием заинтересовались банки ВТБ, Открытие, Промсвязьбанк, Киви, СКБбанк, Совкомбанк и Абсолют. Так что, если у вас попросят согласие на безакцептное списание средств вашего счета, хорошенько подумайте. А то может случиться то же, что и со списанием средств для оплаты услуг мобильных операторов. Только в этом случае суммы будут совсем другие. Но и это еще не все. В связи с обнищанием населения, участие в собирании долгов с бедных, решили принять и ломбардные. Их могут наделить правом выступать в качестве банковского платежного агента и риэлтора. Соответствующий проект закона, расширяющий их возможности, рассмотрела на днях правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Законопроект направлен на совершенственное порядка функционирования некредитных организаций, предоставляющих займы. Наделение ломбардов правом выступать в качестве банковского платежного агента означает, что через него можно будет оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и тому подобное. По закону платежный агент – это некий оператор, уполномоченный принимать платежи от граждан и перечислять их на специальный банковский счет. Теоретически через ломбард можно будет вносить коммунальные платы, погашать кредиты, долги по судебным решениям, платить налоги, расплачиваться за сотовую связь и многое другое. Но для этого каждый ломбард должен будет заключить соответствующие соглашения не только с банками, но и с теми организациями, что должны получать деньги. Например, с управляющими компаниями, поставщиками коммунальных услуг, судебными приставами, налоговой службой и так далее. Несмотря на то, что сегодня нет абсолютно никаких технических проблем с погашением счетов, много терминалов, онлайн-систем, оплаты в банках и так далее, предполагается, что ломбарды смогут предоставить одну уникальную услугу, которую не может оказать другая организация. Платильщик может прийти без денег, с какой-либо вещью, которую примут в залог. А полученными деньгами можно будет сразу расплатиться по счетам. Еще одна предлагаемая услуга – ломбарды получат право сдавать в аренду недвижимое имущество должников, получивших деньги под залог квартиры или офисного помещения и не сумевших расплатиться. Так что ломбарды в случае принятия закона – обходите-ка лучше стороной. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе. Продолжение следует...